Сегодня 4 декабря 2017 года. Крым, южная краина Симферополя, дача. У нас резко испортилась погода, но несмотря на это день сегодня очень хороший. Я делаю отправку в Хмельницкую область, в питомник Батьки в сад. Это саженцы трапезунда. Обычно такие саженцы с трудом отправляются на Украину. Нужно втиснуть как можно больше в эту посылку и я их не отправляю, чтобы не повредить корни. Но ради такого случая они туда поедут. Именно вот эти хорошие саженцы специально отобранные. Одни из самых лучших. В чем суть? Я списался с руководителем этого питомника и он выразил желание или готовность скорее приобрести небольшое количество этих саженцев, с тем чтобы посадить у себя и пронаблюдать за развитием трапезунда в своей местности. И какие-то вехи этого развития он будет выкладывать у себя на канале. Мне это очень интересно. Вот я не хочу ничего скрывать по поводу этого сорта. Хочу чтобы было максимально много отзывов из разных местностей, областей. Вот чтобы мы наконец для себя в Крыму и не только в Крыму выяснили. Хотя вроде бы как мы уже выяснили, но нашли достаточно документальное подтверждение того, что трапезунт достаточно хорошо себя чувствует в областях и местностях, которые находятся гораздо севернее, чем Крым. Вот такие вот саженцы. Делаю эту поставку в качестве исключения, потому что клиент очень уважаемый. Мне это очень приятно. Саженцы мелко оптовые вы можете приобрести у Александра Старчака. Будет дана ссылка на его канал. Там все контакты есть. Кто желает, пожалуйста, обращайтесь к Александру. У него эти саженцы есть. Это саженцы из плантации Юсуфа. Тоже будет видео в комментарии. Я там был, видел эти орехи. Также в посылку я положу 5 орехов этого сорта, взятых с плантации Николая Винтера. Вот такие орехи. Юсуфовских орехов у меня нету, к сожалению. А плантация Николая Винтера находится недалеко от места произрастания этого трапезонда. Что тот, что тот чисто сортный. Приступаю к упаковке. Промежуточная стадия упаковки. Орешки вот здесь. Посылка упакована. По диагонали она 90 сантиметров. Сразу говорю, чтобы ее раскрыть, придется потрудиться. Но я старался. Еще скажу пару слов на фоне своего трапезонда, который у меня растет из восстановленного куста. Старого. Ему сейчас 3 года. Я здесь немножко поизвращался. Сделал у него высоту штамба 1,40 метра. Но он мне такой высокий и нужно, чтобы отводки не затенялись. Какие обычно бывают возражения по поводу трапезонда? Возражение первое. Это морозостойкость. То есть, будет или не будет он расти в этой местности вообще. Второе. Если будет расти, будет ли он давать урожай. И третье. Если он будет давать урожай, то каков будет этот урожай на фоне или по сравнению с теми сортами фундука, которые приняты в данной местности? Будет ли у него периодичность в плодоношении? Второй нюанс. Это качество ядра. Говорят, что ядро фундука сорта трапезонт очень сильно усыхает. Я это подтверждаю. Если в июле-августе его не поливать, то, конечно, высыхает. И второе. Пусть даже и не высыхает, но ядро слишком большое. Тоже не так. Якобы в плитку шоколада не влезает. В основном эти возражения. Я думаю, что питомник Батьки в сад в лице его руководителя прояснит эту ситуацию. Ну, по крайней мере, на примере своей Хмельницкой области. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok